Юлия Гиппенрейтер Чем можно занять ребенка в полтора года? Что делать, когда дети старшие ревнуют к младшим? Что делать, если ребенок очень много времени проводит за компьютером? Чем опасны бабушки? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в книге, которая называется «Счастливый ребенок». Книгу написала Юлия Гиппенрейтер. Она уже многим известна по книгам «Общаться с ребенком как?» и «Продолжаем общаться с ребенком» про активное слушание. Эти книги я тоже очень советую к прочтению. Эта книга написана в формате «Вопрос-ответ». Что это значит? Задается вопрос, например, у нас в семье два ребенка, старшему пять, младшему два, и они друг с другом не дружат. Можно ли спасти ситуацию? Дальше идет подробный и лаконичный ответ автора книги. В этой книге рассмотрено множество вопросов про школу, про дисциплину, про подростковый возраст. Многие считают, что подростковый возраст трудный. Гиппенрейтер считает, что на самом деле это не так. В реальности подросткам с нами трудно. К этому возрасту накапливается протест и сопротивление всяким подавлением и требованиям со стороны родителей, учителей, социума, с игнорированием их ощущения себя как свободного, самоопределяющегося человека. Кроме того, они выходят из привычной домашней обстановки более широкий мир, и им трудно сразу сориентироваться. Одновременно в них происходят всякие гормональные перестройки, с которыми им тоже вначале трудно справиться. Что касается системы ценностей, то тут вообще конец света. Папы, мамы, президенты – кто во что гораст. Где мудрый наставник со светлой душой? А ведь от природы ребенок светлый. Вот он и ломается. В этой книге есть отдельная глава, посвященная детям, чьи родители собираются развестись или уже находятся в разводе. А еще очень много информации собрано про то, как воспитывать в детях чистоплотность и порядочность. Очень многие родители проблемам быта уделяют много ресурсов, тратят нервы. Гиппенрейтер считает, что самостоятельность и привычка к порядку у ребенка вырабатывается не через принуждение, а путем доброго к нему отношения. Автор книги пишет, «В одной знакомой семье девочка нянчила двух младших, кормила, играла с ними, гуляла, очень старалась помогать матери и добиться ее любви, которой ей не хватало. Было видно, что постоянно оглядывается на мать, замечает ли она ее старания, становится добрее или нет. А мать все равно не обращала внимания в той мере, в какой она ждала. Грустная картина зависимости и какой-то униженности ребенка. Этого стоит избегать. Лучше вспомнить о таком понятии, как достоинство ребенка. Не то достоинство, при котором гордо бросают вызов, а спокойное, миролюбивое. Конечно, пойти навстречу родителю и ему помочь – это хороший шаг, но любовь не покупают. И не надо ставить ребенка в такое положение. Добавлю, что если ребенка часто хвалят, у него создается чувство, что если он не сделает замечательно, то его осудят. Всякая похвала имеет обратную сторону. И контекст. Хвалить – значит оценивать. Вам может быть знакомо понятие безоценочное отношение к ребенку? Что это значит? Имеется в виду отношение в целом без всяких оценок и похвал. Юль Гиперинрейтер советует ребенка хвалить не в целом, как человека, а хвалить отдельные его поступки. Закончить мне хочется следующей цитатой. Воспитание – это занятие на грани искусства. Отдельный совет по одному или двум поводам ничего не даст, потому что ребенок – это, простите за архинаучный язык, многофакторная система. Родителям в воспитании детей поможет их интуиция, которое будет опираться на любовь к детям и желание им добра.